друзья привет едем на покатушке вон в зеркале если видно сзади меня не выедут едем с ними на песчаный карьер покататься но пока едем запишу вот ролик непосредственно про ладу гранту лада гранта лифтбэк 8000 километров автомобилю год масло менял 4000 назад то есть заводское масло заменил я 4000 хотя по регламенту написано что нужно менять там в первом того 2 ой в 12 или 13 тысяч километров примерно это все неправильно поэтому купили машину покатались масло заменили и катайтесь дальше я меняю примерно масло 5 тире 6 тысяч километров не обязательно лить какие-то дорогие масла главное чтобы были оригинальные тот же лукойл и будет вам счастье но это мое мнение что парает автомобиль сказать за 8000 километров автомобиль комфортный полная комплектация но в этой купола комплектации не идет единственное что датчик дождя датчик света почему-то здесь не так подогрев лобового стекла там сиденьев все это кондиционера как говорится все это есть основном катается таням супруга нюанс здесь какой есть по двигателю вот тоже вопросов нету скрипят тростики ручника видео у меня было я их там там резиночка и тросик такой идет они с постоянно вылетают и тросик трется когда едешь этот скрип стоит я сначала долго не мог понять что за ерунда такая но сейчас просто лень машину поднять или заехать и вставить ну надо про заняться и сделать нормально и не будет посторонних звуков в этом автомобиле тоже как бы нету вот сейчас еду микрофон отработают слышно что как бы никаких шумов нету вот форточку приоткрыл давайте кондиционер вот с кондиционером автомобиль тоже едет вполне вполне классно есть конечно разница с включенным кондиционером и выключенным кондиционером с включенным кондиционером как сказать немножко помедленнее разгоняется это езда но все-таки двигатель 1.6 16 клапаны шестнарь обычный стоит и для этого веса для вот этого веса гранты движок очень приемистый очень мощный для этого автомобиля эти движки ставят и на не вы как знаете многие не вы ползают по горам по долам всего всего вполне хватает ребята ехать на этом автомобиле комфортно автомобиль стоит 700 тысяч рублей в том году покупали вот за эти деньги я считаю что классно классно любят новый автомобиль 700 тысяч рублей на автомате джатка 4 ступка конечно хотелось бы там 6 ступку тогда например я скажу по своему опыту у тебя и мало на нем катались вполне хватает четырехступенчатого автомата до расход конечно на автомате увеличенной а сколько здесь вот примерно часы посмотрю но вот сейчас показывает 12 и 6 но это по компьютеру показывает 12 6 потому что в основном супруга катается по городу с ключевым кондиционером то есть пробки и прочее прочее вот кондиционер включился все отлично прохладой потянуло все нормально везде треноги стоят везде треноги стоят и здесь треноги и там треноги такие дела обзоры по боковым зеркалам зеркала тоже большие очень удобно все видно центральное зеркало конечно знаете это вот лифтбэк а до этого был у нас универсал то есть у лифтбэк заднее стекло вот так спущено а универсал вот так стоит и универсала обзора заднего вида намного больше а здесь как бы она с наклоном стоит и такая полоска узенькая но это опять же привыкать надо дело привычки в принципе вот после вот от того автомобиля который продали лада калина универсал сначала было непривычно но сейчас уже вот привыкаешь буквально сколько недели где покатался автомобилю и все отлично привыкаешь вот эти вот бардачки которые здесь есть но тоже удобно смотрится конечно не очень а так что-то положить удобно торпеда сюда такая выдвинутая вот сейчас мы едем с ключным кондиционером камера нет вроде сейчас давайте смотреть вот сейчас на драйве мы едем газ пол нажал нажал газ пол поехали 110 120 ну то есть она будет набирать легко это с ключным кондиционером поэтому по трассе как я говорил что очень удобно ездить до заправляюсь я девяносто вторым бензином вот этот автомобиль заправляю него я заправляю девяносто пятом почему могу опять тут камера стоит почему могу сказать это автомобиль я тоже прошивал есть видео наверно здесь по ссылочке пройдите посмотрите вот буро прошивки автомобиль если интересно перестала то есть убралась задержка то есть газ нажал вот газ нажал и она пошла это сто процентов автомобили сновья наши автомобили надо по-любому прошивать я узнаю одного человека у кого я всегда это делаю и отлично что него что лет так вот рядом здесь прошит прошивка именно на 92 бензин и на нем она ездит вообще отлично него тоже прошита у меня но там на 92 бензине идет детонация пробовал разные заправки но все равно детонация на 95 бензине намного интереснее не уедет но к сожалению вот так вот вроде него до 95 бензин заправляюсь по выходным чтобы сэкономить немножко денег вот такие дела тормоза на этом автомобиле тоже хорошие останавливается нормально вот на того еще ничего не ездил по гарантии пока ничего не делал вот думаю заехать по тросикам но глупо на проще поднять машину в пазы вставить эти резинки ты все вот такое короткое видео наверно получится у меня за ладу гранту нас автомобиль устраивает расход до увеличенный 12 литров не спорю ездить очень удобно по городу по трассе для девушки это вообще автомобиль мечта я бы так сказал отличный автомобиль спокойно ездишь по трассе пока на нем никуда не катался сидеть тоже очень удобно в этом автомобиле сидушки не скрипят все нормально так ночью камеры нету поднажмем чуть-чуть газ в пол набирает мгновенно ребят вот 130 камеры снижайте скорость отличный вариант за 700 тысяч рублей просто отличный вариант я бы вам рекомендовал конечно такой автомобиль посмотреть подумать проблем нет автомат ниссановский он вечный гидротрансформаторный будете ездить и горе не знать это вам говорю как не первый автомобиль с автоматом все ребята пишите комменты ваши мысли отвечу отвечаю каждому смотрю читаю вот все будьте здоровы пока а Субтитры сделал DimaTorzok